Всем добрый день! И сегодня я немножко расскажу вам о своей коллекции ароматов. О своей коллекции ароматов и о любимой ноте, о том, с чего коллекция начиналась и какого направления духи, наверное, мои самые любимые. У каждого человека, наверное, есть какой-то парфюм из детства, какие-то духи, которые ему очень нравились, которые ему что-то напоминали. У меня таким флакончиком, такими духами являются клема ланкомовские. И это единственный, наверное, флакончик, единственные бутылечки, которые мне не захотелось тратить до конца, то есть которые я сохранила. У меня вот их два. Я надеюсь, я очень надеюсь, что у меня оригиналы, потому что они такие старенькие, и так я их берегу, и так их вожу за собой. Но они немножко разного цвета, жидкости в этих флаконах. И, если честно, что со временем мне кажется, что они очень похожи, то есть они из одной бочки, но, может быть, возможно, какие-то различия и есть. Это вот, скажем так, те духи, которыми я пользовалась, но которые мне жалко было дотратить до конца, выкинуть флакон. И вот у меня эти две коробочки на протяжении долгих-долгих лет, вот они у меня хранятся. Потом у меня было... Но в начале первые клема, самые первые, это, я помню, привезла мама, два бутылечка, два спрея. То есть в спреи такие деодоранты. Большие два флакона. Где-то она их купила по случаю. И они, ну, как мы все, девчонки использовали их, в общем-то, как духи. У них они были очень стойкие, очень долго оставался и шлейф. И все, никто их как деодорант не использовал. Я знаю, что позже были и другие деодоранты, которыми пользовались как духами. И те были точно, я знаю, что это были настоящие клема в спреи, дезодоранты большие, которыми чуть-чуть поливались на какие-то школьные мероприятия куда-то. Ну, и так просто в школу. Но это были мои самые первые любимые духи. Дальше, которые приобретались дальше, в общем-то, они использовались по назначению. То есть я ими душилась, флакончик заканчивался, потом был следующий. Сказать, что у меня есть какие-то, как мое ароматное я, нет. У меня такого нету, потому что даже этими клема у меня сейчас, кроме этих двух флакончиков, у меня, например, в туалетной воде их нету. То есть я могла бы купить, но я не уверена, что это то, что я готова носить часто, каждый день, что я истрачу этот флакончик. Вот, возможно, в дезодоранте, в спреи я бы, может быть, имела. Дальше, как появилась моя коллекция и моя страсть к парфюмам? Это, скорее, наверное, мое такое природное любопытство. Допустим, если ты читаешь, что где-то нота, если там есть ут или бензоин, или какие-то еще такие экзотические вещи, просто хочется это попробовать. Но это не значит, что я это буду носить, и не значит, что я это буду иметь в каком-то большом объеме. Вот, например, манталь. Я точно знаю, что мне хватит вот в таких вот маленьких таких пузыречках по 2 мл. У меня этих нишевых ароматов достаточно мне для того, чтобы попробовать, поносить. Но пока что не было... Так пахнет здорово вся вот эта коробочка. Не было такого, чтобы я вот 2 мл вот эти вот относила, восхитилась и сказала себе, что да, я готова потратить эти 4 тысячи крон и купить себе вот такой большой флакон какой-то, что он настолько меня как-то задел, настолько это мое, что я хочу... Нет, я хочу попробовать следующее, я хочу понюхать следующее, я хочу побрызгать, может быть, день-два, может быть, на ночь, еще какой-то. И вот это любопытство, оно приводит к такому накоплению маленьких мензурочек. Это вот что касается вот в таком виде, в спреях. А еще есть у меня вот такая вот сокровищница. Это тоже ароматы. Они даже... Эта коробка, по-моему, была самая первая. С нее моя коллекция начиналась. Это здесь были пробнички, здесь были какие-то по маркам разложены, сейчас этого уже больше. Ну, конечно, у меня в коллекции есть и полноценные флаконы, их достаточно, и вы их видели, я буду еще показывать. Но некоторых мне достаточно. Вот в таком вот это 5 мл. Это еще был магазин, в котором была возможность покупать очень многие духи от Леванта, вот по 5 мл, и, по-моему, вообще по одному, по два. Так вот, например, попробовав из шалемаров, по-моему, всевозможных, там, наверное, их 5 или 6 разных, в туалетной воде, в парфюмированной, еще в каком-то интенс, там еще какой-то, я выбрала для себя то, что я хочу попробовать в полноценном флакончике. Ну и шалемар, например, у него красивый флакончик, я как-нибудь расскажу и покажу о нем. Но некоторые духи мне достаточно было вот этого 1 мл. Ну, допустим, не хочу никого обижать, но вот ароматы от Бритни Спирс. Это не мое направление, у нее, конечно, красивые флакончики, но, поймев вот таких вот маленьких вот этих вот пробирочек, там, 3 или 4 штуки, у меня, по-моему, даже больше ее есть, так, в большем, я поняла, что нет-нет-нет, может быть, немножко брызну или немножко попользуюсь, но это как бы сладко, это очень как-то просто, назойливо, и это не мое. Ну, любопытство же, оно же сгубило кошку, любопытство же, оно, как же, если вот какие-то есть, например, красивые описания, или кто-то рассказывает про какую-то ноту, ну, очень хочется попробовать, и не всегда все ароматы выставлены в магазине. То есть, для создания моей коллекции, то есть, мою коллекцию создало мое любопытство. То есть, это не было какое-то такое жажда накопительства каких-то таких флаконов, там, дорогих, или это скорее, возможно, это неизвестные какие-то марки, неизвестные какие-то ноты, неизвестные какие-то парфюмеры, о которых я ничего не знала, и вот мне очень хотелось попробовать. Или какие-то сочетания, вот, например, нота базилика. Я не уверена, что я ее буду носить, что я ее вообще, как бы, так вот смогу воспринять, и смогут ее воспринять окружающие, но иметь ее в таком вот, такой маленькой пробирочке, почему нет? Значит, вот это вот тоже часть моей коллекции. Дальше у нас есть еще один очень хороший магазин, в котором есть возможность покупать 10-миллилитровые емкости, и это уже то, что можно пользоваться, допустим, взять с собой в отпуск, или, ну, согласитесь, 10 миллилитров, это уже объем совершенно другой. И я сравнивала, то есть я сравнивала, действительно ли здесь оригиналы, да, то есть я пробовала на себя и брала в магазин, и смотрела тестеры в большом, в обычном магазине, то есть в этом магазине, где я покупаю вот эти 10-миллилитровые отливанты, они настоящие. Так, теперь еще я вам потом покажу и расскажу, еще мне очень нравится, и у меня в коллекции, по-моему, таких коробочек несколько, это миниатюры. Вот первая моя коробочка миниатюр, это было, по-моему, я вам ее потом покажу, из 90-х годов, это как от разных марок собрано то, что в тот год или в те два года были новинки. Потом у меня было от Келлин Кляйн, тоже такая, набор, по-моему, по 10 миллилитров, то есть ты можешь попробовать, мало того, что разные ароматы, в маленьком очень объеме, миниатюры, там еще ведь и сохранен флакончик в той форме, то есть, например, органза очень приятная и маленькая, это вот статуэточка такая, ее приятно держать в руках в миниатюре. Это что касается, вот эта часть моей коллекции, она в таком виде, но я считаю, что для того, чтобы распробовать и кому-то об этом рассказать, вполне достаточно и 5 миллилитров. так, теперь, вот об одном из таких редких ароматов и о продолжении темы клема. До сих пор для меня альдегиды, которые, это основная нота в клема, и альдегиды, это, по-моему, если я не ошибаюсь, это первая синтетическая нота, которая была использована в духах. То есть, по-моему, в Шанели номер 5 использовали альдегиды, это как сочетание розы и жасмина. Не знаю, для меня нота альдегидов это нота волшебства. Это что-то такое, что нельзя писать, что в разную погоду звучит по-разному, что в разных ароматах с сочетаниями с другими нотами звучит по-разному. Это нота и морозного воздуха, это нота каких-то весенних цветов, это где-то может быть какой-то талой воды, это может быть и сочетание какого-то большого количества белых цветов, это какой-то ветерок, свежий воздух, и... Ну, что-то такое, что нельзя описать какими-то конкретными природными эквивалентами. Так вот я скажу. То есть, вот если я в пирамиде вижу альдегиды, то для меня это сигнал уже это попробовать. Я знаю, что духи с нотой альдегидов мне очень нравятся. Единственное, что мне не могу сказать, что шанель шанель номер пять, пятерка, в ее в оригинальном виде, в парфюмированной воде, это мне очень нравится. Нет, хотя там вот, наверное, это то, что тоже альдегидный аромат. И сегодня я вам расскажу об одном аромате, только об одном, а почему он для меня интересен, потому что это живага, туалетная вода, которая называется коннект. Флакончик выглядит очень интересно, он такой остренький, книзу такой, как гвоздик, такой, как остренький у него кончик, который можно куда-то втыкать. К сожалению, возможно, я и приобрела бы и полноценный флакон, но я его у нас не нашла. Но вот 10 мл мне удалось приобрести. Я вам скажу, что это очень приятные альдегиды, а еще это современные, ну, считайте, это 2006 год. Это уже совсем не ретро-парфюм, это не ретро-альдегиды. И самое, что интересное, что здесь альдегиды сочетаются с такими нотами, с которыми они сочетаются часто. Это нарцисс, это, по-моему, и ветивер там есть, и гвоздика. Но гвоздика здесь, она очень мягкая, очень какая-то такая благородная. Все вы знаете, что альдегиды с гвоздикой это лёрдутам, это Нина Ричи, вот этот флакончик с голубками, но там гвоздика какая-то, там еще есть и цветок, то есть там гвоздика такая, как вот, мне кажется, пионерская. То есть лёрдутам я носить не очень могу, я могу их только нюхать и как бы представлять, что вот в те годы, наверное, женщины так пахли и им это нравилось. А этот аромат, эта туалетная вода, она звучит очень современно, она звучит просто, она звучит так для любого места, для любого времени, она такая вот именно альдегиды такие, как свежий воздух, как может быть немножко морозный воздух и весенние цветы и все это вместе. Не могу сказать, что это на что-то похуже, нет, ну гвоздика ощущается. Это такой классический, хороший, добротный, офисный аромат, очень стойкий, очень приятный шлейф и когда вот остается и на воротнике и остается где-то на шарфике, на одежде, это то, что не мешает с утра до вечера. Вот это для меня открытие, может быть я поищу флакончик, вот если будет полноценный, может быть я займусь поиском, а так я даже не знаю его как бы цену полноценного флакона, я не очень ориентируюсь в ценовой как бы, какой ценовой категории относится эта марка, это живага, это американское по-моему производство и называется Connect, вот я вот не знаю Connect или Connect, нет, Connect Lumen, или просто надо посмотреть, что написано именно на флакончике, вот, я положу, напишу полностью название, напишу название, как он называется на фрагрантике, и это вот один из моих альдегидных ароматов, это такое открытие последнего какого-то времени, и это вот тоже из моей коллекции, вот кусочек своей коллекции я вам показала, немножко рассказала, с чего она началась, и что я люблю, на сегодня это все, так мне кажется много получилось, всего доброго!